За последние несколько лет о компании BYD не говорил разве что ленивый, но её история началась в Китае давно, где она известна не только благодаря автомобильному производству. Так как же развивалась компания, о которой все говорят. Всё началось с личности, которая оказалась в нужном месте в нужное время. В данном случае это Ван Чжан Фу. Всем привет, я Ван Чжан Фу. Факультет физической химии и физико-металлургических систем. Там он успешно изучал устройства аккумуляторов. После окончания университета он поступил в аспирантуру в Пекинский исследовательский институт при Китайской академии наук. Благодаря своим научным достижениям, уже в 26 лет он стал заместителем директора института. Однако ему хотелось применить свои изобретения на практике, и он решил стать генеральным директором дочерней компании исследовательского института, которая находилась в Шэнчжэне. Именно здесь у него появились все возможности для развития. В начале 90-х годов Шэнчжэнь располагался на границе с британским Гонконгом и португальским Макао. И тогдашний фактический лидер КНР и инициатор политики реформ и открытости Китая Дэн Сяопин превратил этот регион в специальную экономическую зону, видя в Шэнчжэне китайский ответ на вызовы британского Гонконга и Запада в целом. Действительно, Шэнчжэнь в начале 90-х стал идеальным местом для пребывания в нужный момент. Этакой витриной для Запада. В это время город переживал настоящий взлет в сфере производства электроники и электронных устройств. И по сей день здесь, кроме компании BYD, располагаются штаб-квартиры таких ведущих технологических компаний, как Huawei, Tencent, DJI и многих других. Это стало возможным благодаря созданию всех необходимых условий для успешного ведения бизнеса, как на внутреннем, так и на мировом рынке в 90-е годы. Оказавшись в нужное время и в нужном месте, Ван Шэнфу внимательно следил за развитием мобильных телефонов, осознавая их будущее значение. В 90-е годы цена таких телефонов, известных в Китае как DAGDA, достигала 2000 долларов, а батареи к ним были самыми дорогими компонентами, стоившими несколько сотен долларов. Ван Шэнфу сразу понял важность развития этого направления. Однако, как известно, только правильное время и место недостаточно для успеха. Нужна еще и удача. В то время мировое производство батарей контролировали японские компании, такие как Саньо, Тошиба, Панасоник и Сони. Поэтому Ван Шэнфу пришлось ждать подходящего момента, чтобы зайти на рынок. Этот момент наступил в 95-м году, когда японские компании из-за экологических соображений ограничили производство ртутно-цинковых и никель-кадмиевых батарей. Поняв, что это его шанс, Ван Шэнфу покинул государственную компанию и основал свою собственную – BID. Почему компания была названа именно BID, до сих пор остается загадкой. Даже китайцы сами часто спрашивают такой вопрос в поисковиках, где другие интернет-пользователи предлагают им ни разу не выдуманные версии. По одной из них компания изначально называлась Яди, но чтобы оказаться в начале списка по английскому алфавиту, был добавлен иероглиф BID. Однако остается вопрос, почему не был выбран иероглиф, начинающийся на А, например, Ань Яди или Ау Яди. Согласно другой версии, название связано с расшифровкой на английском Build Your Dreams. Но вероятнее всего, это просто маркетинговый ход, так как изначально компания работала на китайском рынке, и название было выбрано на китайском, а не на английском языке. Получается, что английские буквы на логотипе совсем не английские, а это китайский пенинг. Вероятно, Ван Шэнфу выбрал название рандомно, как юный школьник, создающий электронную почту. В одном из интервью он отметил, что придуманное им название просто звучало лаконично и имело нейтральный оттенок. При создании компании Ван Шэнфу столкнулся с финансовыми трудностями, поскольку в то время крупнейший производитель батарей японская компания Санё уже располагала производственными мощностями на сумму 8 миллионов долларов, в то время как BYD имела всего лишь 300 тысяч. Ван Шэнфу взял эти средства в долг у своего двоюродного брата, банкира Лю Сяньяна. Однако, этих средств было недостаточно для создания собственного продукта с нуля, поэтому Ван Шэнфу решил прибегнуть к методу обратной инновации, который заключался в тщательном изучении и улучшении готовых продуктов конкурентов, с целью создания собственного, отличающегося от оригинала. Полностью изучив автоматизированные производственные мощности компании Санё и их продукцию, Ван Шэнфу со своими специалистами разработали механизированный конвейер, на котором благодаря доступной рабочей силе удалось снизить стоимость линии сборки до 150 тысяч долларов. Это позволило легко конкурировать с японскими монополистами. В результате, уже в том же 1995 году, благодаря низкой стоимости своего продукта, компания смогла заключить крупный контракт с крупнейшим производителем телефонов на Тайване, компанией DBTEL. В 1997 году, когда начался азиатский финансовый кризис и цены на батареи упали на 40%, японские компании столкнулись с убытками из-за высокой себестоимости производства. В то время, компания BYD продолжала укреплять свои позиции, благодаря высокому качеству продукции и низкой себестоимости. Она заключала крупные контракты с ведущими производителями электроприборов, такими как Philips и General Electric. Благодаря этому, объём производства никель-кадмиевых батарей компании достиг 150 миллионов штук в год, а годовой оборот по продажам впервые превысил 100 миллионов юаней. Таким образом, за всего три года Ван Чуан Фу превратил свою компанию в четвёртого крупнейшего поставщика батарей в мире, с долей рынка в 40%. В 1998 году Ван Чуан Фу вместе со своим спонсором, двоюродным братом Лю Сяньяном, открыли европейский филиал компании в голландском городе Роттердаме. С того времени компания начала активно исследовать литиевые батареи. С использования метода обратной инновации, BYD смогла достичь более низкой стоимости продукции. Например, если японские литиевые батареи стоили 8 долларов за штуку, то аналогичные батареи от BYD обходились всего в 2,5 доллара. Можно сказать, что низкая цена стала основным конкурентным преимуществом компании. Благодаря этому в 2000 году BYD стала основным поставщиком батарей для телефонов Моторола. В 2002 году акции компании успешно начали торговаться на гонконгской бирже. С открытием торгов на бирже, финская компания Nokia также заключила контракт с BYD на поставку литиевых батарей. Таким образом, эта компания стала ведущим поставщиком батарей в Китае и вторым в мире. Как говорили тогда, батарея каждого третьего телефона в мире была создана компанией BYD. Укрепившись на рынке производства аккумуляторов и батарей, Ван Шуан Фу начал искать новые направления развития своей компании. Одним из таких направлений стало автомобилестроение, с возможностью производства электромобилей в будущем. Хотя эта идея не была новой, поскольку попытки создания электромобилей существовали еще в конце 19 века, а гибридные автомобили уже начали свое развитие в Японии и США. Для этой цели в 2003 году был приобретен автомобильный завод компании Циншуан в Сиане, и была основана новая компания BYD Авто. Как и прежде, Ван Шуан Фу использовал надежный метод обратной инновации, чтобы улучшить уже существующий продукт, вместо того, чтобы создавать полностью новый. Одним из таких продуктов был выпускаемый с 2001 года автомобиль Циншуан, который являлся копией японского Сузуки Альта. Усовершенствовав немного двигатель и изменив название на BYD Flyer, этот автомобиль, хоть и не стал особо популярным в Китае, в свое время даже экспортировался в страны СНГ. Первые автомобили BYD были разработаны с явным влиянием японской Тойоты, причем основной упор делался на экономичность. Также стоит отметить, что возникали вопросы об оригинальности логотипа компании. Первый логотип вызывал ассоциации с логотипом BMW, поэтому в 2006 году компания его сменила, но при последующем обновлении ее вновь обвинили в плагиате. На этот раз схожесть была с логотипом корейского производителя Kia. Логотип, который мы видим сегодня, появился только в 2022 году. Возвращаясь к автопарку BYD, в 2008 году компания совершила настоящий прорыв, представив свой первый оригинальный продукт, гибридный автомобиль BYD F3DM с перезаряжаемым модулем. Этот автомобиль имел запас хода до 480 километров, батарею емкостью 16 киловатт-часов, электродвигатель переменного тока и бензиновый двигатель объемом 1 литр, мощностью 168 лошадиных сил. После такого успеха в этом же году два американских инвестора, Уоррен Баффет и Чарльз Мангер, инвестировали в компанию 220 миллионов долларов, выкупив 25% гонконгских акций, или 10% всей компании. С 2009 года BYD вошла в автобусную индустрию. Благодаря своему опыту в производстве электромобилей, они начали с выпуска автобусов серии K. Это линейка электробусов, работающих на литиево-фосфатных батареях собственного производства BYD, с рабочим запасом хода до 250 километров на одной зарядке в городских условиях. Емкость батареи и мощность двигателя каждой батареи варьируется в зависимости от номинальной длины и вместимости пассажиров. Первый электрический автобус серии K был произведен в 2010 году в городе Чанша, провинции Хунань. Затем в 2012 году был открыт завод в Тяньдине, на следующий год в американском Ланкастере. В 2014 году BYD запустила производство автобусов в Доляне, а в 2022 в Бразилии. Они были проданы операторам в Китае, Индии, Японии, США, ряде латинских и европейских стран. Даже часть лондонских даблдекеров произведена компанией BYD. Большое количество автобусов также отправлено в африканские страны, где Китай значительно увеличивает свое влияние. Для сравнения, в 2012 году BYD получила заказы на более чем 1200 единиц автобусов, а в 2015 продала больше 6000. В настоящее время по всему миру эксплуатируется 60 тысяч автобусов компании. Таким образом, BYD стала мировым лидером по продажам электробусов. Возвращаясь к легковым автомобилям, в 2010 году был выпущен первый полностью электрический автомобиль, но тогда компания не воспринималась серьезно конкурентами. И в частности, Илон Маск даже досмехался над BYD. As you're familiar with, BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their car, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different... Tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Why is that? I don't think it's particularly attractive. The technology is not very strong. And BYD as a company has pretty severe problems in their home turf in China. Right. So I think their focus is, and rightly should be, on making sure they don't die in China. Okay. Однако в 2013 году в BYD приняли решение пересмотреть свою концепцию и дизайн. Для этой задачи был привлечен Вольфганг Эггер, известный автомобильный дизайнер, который до сих пор является главным конструктором в компании. Предварительно он занимал высокие позиции в таких автомобильных брендах, как Alfa Romeo, Audi и Larbangini. Под его руководством была разработана серия автомобилей «Китайские династии». Первым автомобилем в этой серии стал BYD Цинь, названный в честь первой династии в истории Китая. Этот флагманский седан доступен в гибридной версии, электрической и с обычным двигателем внутреннего сгорания. С 2015 года начали производство кроссоверов BYD Sun и BYD TAN – гибридных полноразмерных кроссоверов, которые позднее также стали выпускаться с электрическим двигателем. В 2016 году вышел BYD YEN – субкомпактный кроссовер, предлагаемый как с двигателем внутреннего сгорания, так и в варианте подзаряжаемого гибрида, включая электромобили. В 2020 году был представлен новый седан BYD HAN. Остальные названия династии уже запатентированы компанией, поэтому в будущем мы еще увидим новые модели под названиями Мин, Суи и Цинь. Также с 2020 года выпускается новая серия автомобилей «Океаническая», в которой используются названия морских животных и кораблей, например BYD «Дельфин», BYD «Чайка», «Тюлень», «Эсминец» и «Корветт». Автомобили этой серии предназначены для молодежи и изготовлены из более экономичных материалов, в то время как серия династий относится к премиум-классу. Новая эра в развитии автомобильной индустрии в Китае связана с технологическим прорывом компании BYD в 2020 году, когда она представила инновационный тип батареи под названием Blade – клинок. Это литиево-фосфатная батарея, представляющая собой одну ячейку длиной 96 см и шириной 9 см, с уникальным дизайном. Она может быть организована в виде массива и вставлена в батарейный блок как клинок, отчего собственно и название. Благодаря этому эффективное использование пространства батарейного блока увеличено более чем на 50% по сравнению с большинством обычных блочных литий-железо-фосфатных батарей. По заявлению компании, электромобили, оснащённые батареей Blade, будут гораздо менее подвержены возгоранию даже при сильном повреждении. BYD утверждает, что в ходе испытания на прокалывание батарея Blade не выделила ни дыма, ни огня, и её поверхностная температура достигла всего лишь 30-60 градусов. Утверждается, что по сравнению с трёхлитиевыми батареями и традиционными батареями литиевого железо-фосфата, батарея Blade имеет преимущество в безопасности, дальности хода, долговечности, прочности и мощности. В 2024 году компания BYD продолжает стремительно развиваться. На территории Китая она насчитывает 8 автомобильных заводов и 11 заводов по производству автобусов. С начала десятых годов BYD открывала и продолжает запускать свои заводы в Азии, Европе, а также Северной и Южной Америках. В частности, в 2020 году BYD открыла свой третий завод в Бразилии, в городе Манаус, специально для производства литий-железо-фосфатных батарей, предназначенных для использования в электрических автобусах. В 2024 году было подписано соглашение с Венгрией о создании производства электробусов, что может повторить венгерский успех в производстве икарусов. Также в январе 2024 года было заключено соглашение о начале производства легковых автомобилей в Узбекистане. Компания BYD станет спонсором Евро-2024 в Германии. Их участие в этом крупном спортивном событии обещает не только финансовую поддержку, но и возможность продвигать экологически чистые технологии в автомобильной промышленности. Что касается продаж батарей в целом, BYD занимает второе место в мире после китайской компании Cattle. Компания также специализируется на производстве солнечных батарей, грузовиков и специализированной техники. По состоянию на 2023 год автомобили BYD продаются более чем в 70 странах мира. В течение 2023 года компания экспортировала более 240 тысяч пассажирских автомобилей на новых источниках энергии, что на 300% больше, чем годом ранее. А по совокупным продажам электромобилей BYD опередила своего главного нынешнего конкурента, компанию Tesla. Вывод только один. Как говорил Лао Цзи в своем трактате Дао Дэдзинь, нет больше беды, чем недооценивать соперника. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok